Всем здорова, мои дорогие друзья! Сейчас я вам хочу рассказать о том, как я просто хожу и разговариваю с вами. На самом деле, я сделал этот видос, чтобы поговорить с вами о том, что происходит у меня, в моём городе, и показать, как это всё устроено. Многие говорят, что в этом городе заборчик гораздо больше, чем живых зданий. На самом деле, я бы не согласился, потому что я родился в этом городе, и всё практически о нём знаю. Вот карта нашего города, а вот и заброшенный посёлок Ротник, в котором встречаются те же самые заброшенные. Те, кто не знает, Воркута произошла как раз от того же самого посёлка, которого забросили, конечно. Те, кто интересуется, почему его забросили в 90-е годы, хотя я точно не знаю, но, судя по всему, его расселили централизованно, и бывшие рудничане ещё живут в самой Воркуте. Хотя Ротник — это и есть Воркута. Где логика? История Воркуты начинается с момента открытия в августе 1910 года геологом Георгием Александровичем Черновым. Если вам неинтересно, не уходите даже по Рофлу, сейчас я вам скажу то, о чём вы вообще не знали. Воркутинское восстание. Восстание заключённых от Шелага в окрестностях 1953 года. Кратко говоря, восстание заключённых. Ходит легенда о лагерном восстании, который проводился к западу от Воркуты. Эти восстания были станцией Мульда. Это, короче, железнодорожная станция. Есть предположение, что в 1982 году забросили этот пункт. Далее, в 1987 году забросили уже то место, где находились шахты. В Петербурге, в 1990 году закрыли уже последний пункт. И где-то в 2000-х годах посёлок Ротник признались заброшенным. Все ресурсы, накопленные в воднике, в основном уголь, были перенесены в Воркуту для улучшения инфраструктур и условия труда жителей этого города. Что стало сейчас? Если сравнить в 70-е с настоящим, то население в ранних годах составляло аж 200 тысяч человек. А сегодня в Воркуте остаётся 52 тысячи. Некоторые говорят, что Воркута исчезнет через 50 максимум лет, а некоторые ответят, что в 2037 году Воркута уйдёт на тот свет. Поэтому, если знаете, что скоро исчезнет, то тот год, в котором вы сейчас живёте, то цените то, что пока для вас есть. Ибо и родных тоже цените. Вот. Своих близких. Ну ладно, всем удачи и всем пока. До следующего ролика. А мне пора...